Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые друзья. Время 21 час. Вечер уже смеркается. Город Рига. 13 июня 2016 года. Понедельник. Матч первого круга второй категории ТЕ. В возрастной категории 14 лет и моложе встречается представитель Российской Федерации Егор Агафонов. А город Тула против Матаса Брузерса. Литва. Егор пока что уступает в первом сете со счетом... Егор пока что уступает в первом сете со счетом 4-5. И уступает со счетом 4-5. 15-0. Четко по месту Егор. Егор фиксирует аут. Ну, видимо, действительно был аут. 30-0. Интересная история. Срывает прием литовский спортсмен. 40-0. Довольно легко Егор берет подачу. Ну, а что он сделал? Он заставил на первом очке сбегать литовца вперед. И потом уже разобрался с ним. Вторым мячом подает Егор. Срывает удар. Литовский спортсмен. Четко так играет Егор. Плосковато. Демонстрирует качественный теннис. Причем Егор играет вариативно. Он играет вариативно. Играет... Может сыграть плоско. Может сыграть... С вращением. Все, что угодно может сделать. Один из лидеров юношеского тенниса в России. Вот Матас правильно делает. Он не торопится. Ошибается Егор со своего любимого обратного кросса. Непонятно, зачем он это делает. Но, видимо, играет на выигрыш в один удар. 30-0, похоже. Не проходит первое мяч у литовского спортсмена. Ему нужен... Нужен этот гейм как воздух. Понимаю, что если... Так... Усиливает Егор. Матасу не нужно терпить. Не нужно торопиться. Очередной удар Егора обратным кроссом. Все хочет нащупать именно ту точку. Но как-то у него не получается. Все хочет нащупать у Брузерса дырку слева. Не выходит. Великолепная подача Брузерса. С вращением. Что творится? Какой качественный теннис демонстрируют юноши. И какой безупречный удар укороченный Егора. Как Егор чувствует эту укоротку. У Брузерса не хватает стартовой скорости. Не видит он этот момент. У Егора четко за... Ну, зато у него есть подача. Правильно все делал витовский спортсмен. Только надо попадать. Надо попадать. Слишком сильно закосил. Егор цепляется. Безупречно, безупречно. Очень качественно сыграл витовский спортсмен. Ведет пока что со счетом... Шесть. А с каким счетом он ведет? Не могу понять, что такое. Ведет со счетом... А, ведет со счетом шесть в пять. Ведет со счетом шесть в пять. Литовский спортсмен. Интересный момент. Тайбрейк в кармане. Собран, агрессивен. Собран, агрессивен. Стартовая скорость. Работа ног и стартовая скорость для того, чтобы доходить до укороченных мячей в исполнении Егора Агафонова. Очень четко Егор кладет по месту, укорачивает. Не хватает немножко литовскому спортсмену квалификации для того, чтобы держать мяч в площадке. Егор, конечно, очень такую интересную горку. Выбрасывает полукрученую. Вторым мячом подает. Какие физические кондиции торопятся. Торопятся литовец. И будешь так торопиться, против Егора не катит. Но Егор, конечно, силен. Какая вариативная игра на земле. 30-0 легко берет очки. По месту никуда не торопится. Не везет. 40-0 Егора и тайбрейк. И тайбрейк корячится нам, друзья. Да. Молодец литовский спортсмен. Четко укоротил еще короче. Дошел до короченного мяча. И дальше уже по-чемпионски закрыл сетку. О, это уже вам не просто так. Это уже заявка. 40-15 у Егора. Не проходит первый мяч. Очень мощная стартовая скорость. Мощный стартовый рывок у Егора. Хорошо поставлено движение. И он, Егор, с короткого мяча пошел вперед. Четко положил тайбрейк. Нас ждет тайбрейк первого сета. Это очень интересная история. Что же это будет? Что же это будет? Вот сейчас будет сказываться класс игрока. Насколько второй мяч. Молодец. Разобрался литовец. Два чемпионских удара. Сейчас ему не надо торопиться. Хватит у него квалификации или нет. Но Егор включает турбо. Уже не проходит первый мяч. Егор варьирует подачу. Первую, вторую. Толкнул Егор мяч. Литовец держит. Что творится? Срывает удар Егор. Литовский спортсмен. Четко отработал очко. Стал в диагональ. Не стал никуда торопиться. Пробивал дальше. Дождался перевода со стороны Егора. Егор ошибся. Но у литовского спортсмена преимущество в рычагах. И поэтому плотность. Молодец. Литовец. Терпит. Егор держит. Понимая, что... Егор в очередной раз перехитрил. Вариативность, конечно, ему дала очко. Перешел нарезанный удар. Да. Егор включает все элементы, которые только могут быть. Ничего уже, как говорится, полностью. Снимает горками скорость. Да. Как тяжело литовскому спортсмену играть в эту фигуру. Все-таки квалификация. Очередной резак. Выбрасывает. И четко разыгрывает Егор. Не делает ничего лишнего. Делает ровно только то, что нужно. Да. Действительно, лидер. Лидер российского и нью-йоркского тенниса. Один из лидеров. По два. На тайбрейке. Первый мяч литовца проходит. И вот ошибка. Ну, Егор... Егор такого не прощает. Егор повел на тайбрейке. И сейчас мы посмотрим, что будет. Не проходит первый мяч. Обратите внимание, друзья. Егор подает вторым мячом. Он не бьет все время первую подачу. Подает вторым. Спокойно. Срывает удар Егор. По три. Переход. Очень интересное развитие событий. По три. Переход. Это действительно та история, когда нашла коса на камень. Мы видим, в общем-то, выдающиеся технические и физические кондиции литовского спортсмена. Егор обладает не такими выдающимися физическими данными. Но стартовый рывок у него лучше. И, конечно, колоссальный опыт выступления на самом высоком уровне. Никуда не торопится. Он подошел спокойно. Повесил полотенце. И вариативность игры Егора, она, конечно, подкупает. Он делает все. Егор делает все на площадке. Все, что хотите. Не проходит первый мяч. Резанный удар. И вот, мне кажется, друзья, что сейчас Егору не хватило ног. Не хватило вот его этого колена, которое у него болит. Он не смог подойти к мячу. Под него нужно было сесть. И как хорошо литовец сыграл. Как хорошо. Литовцу не нужно торопиться. Горками держит. Нельзя с Егором просто сидеть. Два раза Егор пробивал этот обратный кросс. Ошибся. Сейчас был безупречен. Где-то порядка 20 сантиметров запас внутри корта. Четко положил мяч. 20-30 сантиметров. По 4 на тайбрейке. Подает литовский спортсмен. Приближаемся к развязке сета. По 4. Не могу с вами 5 минут посещать их с вами. Сейчас на диагональ заиграю. Что творит литовец? Да, очередная ошибка Егора. Правильно пробивал прямую, но не хватило ног. Не хватило ног. 4-5 подает Егор. Первую или вторую? Я бы подал вторую. Посмотрим, что он будет делать. Решает пробивать первую. Литовцу нужно вставать и держать концентрацию. Второй мяч Егора. Что творят юноши? Торопятся. По 5. По 5. Егор держал мяч. Егор держал мяч. С вращением держал мяч. Просто в площадке. Не забивал. Держал мяч и не забивал. Да, что творится. Наконец, Егор пробил удар. Включил последнее турбо. Держал мяч и не забил. Дождался короткого удара литовского спортсмена. Пробил и заработал сетбол. 6-5. Егор ведет на тайбрейке первого сета. Да, литовский спортсмен вспомнит еще эту историю. Как он вспомнит эту историю, литовский спортсмен. Как он решил подержать мяч против Егора. Да, по-чемпионски читаю ЕГУ. Егор разобрался. И первый сет со счетом 7-6 взял Егор Агафонов. Ну, друзья, смею предположить, что результат данного матча, наверное, все-таки уже очевиден. Итак, сегодня 13 июня 2016 года. Время 21 час 16 минут. Закончился на тайбрейке первый сет. Матч первого круга. Литовский спортсмен уступил в первом сете на тайбрейке.